Шикарный подарок! Иначе не скажешь про коттедж за почти 7 миллионов рублей. Получила небезызвестная челненка Оксана Рыжкова. Она неоднократно становилась героиней наших выпусков и на федеральных каналах. Ее семья из шести человек ютилась в общежитии и как многодетная состояла в очереди на нормальное жилье. Пока ждали квартиру, старшие дочери подросли, обзавели своими детьми и семью благополучно вычеркнули из очереди. Таковы правила. Но нашей героине мириться с этим не стало. Дошла практически до президента страны и в итоге добилась своего. И власти тут ни при чем. Так как же это удалось? Мы узнали у Оксаны во время переезда. Сейчас в этих комнатах хаос и беспорядок. Семья готовится к переезду. Нет, в очередь на жилье Оксану Рыжкову так и не вернули. Однако она стала собственником дома. История началась еще в прошлом году, но только сейчас Оксана готова приоткрыть завесу тайны. 30 августа мне позвонили с фонда и сказали, Оксана Евгеньевна, Алина Маратовна решила вам подарить дом. Я, как всегда, с сумками шла, поднималась по лестнице, у меня сумки все выпали из рук. Я закричала, как так? Еще такое может быть? Я просто не в думении уже была. Да, Оксана Евгеньевна, успокойтесь, все хорошо. Сейчас за вами приедет машина и вы поедете смотреть свои дома. Благотворительный фонд Алины Кабаевой предложил женщине на выбор 4 дома, а после начался процесс сбора справок и документов. Лишь перед Новым годом Оксану пригласили в рекпалату для оформления сделки. Ну а перед днем рождения многодетной мамы семья занялась сбором вещей и подготовкой к переезду, новость о котором серьезно огорчила подружку одной из дочерей, Ариной Рыжковой. Лиза и их соседка по этажу. Хочу, чтобы она не уезжала и осталась со мной. Но у меня лучше. Больше никто. Мы всегда дружали, даже в детстве. Когда еще в школу не ходили, сейчас она уезжает. Я хочу, чтобы она осталась. Но желанию Лизы не суждено сбыться. Когда все вещи погрузили в машину, Арина и ее родные уехали осматривать свои новые апартаменты. Они, к слову, серьезно отличаются от комнат в общежитии. Вместо требуемых от государства 108 квадратных метров, семья обзавелась трехэтажным особняком общей площадью свыше 200 квадратов. С пятью спальнями, двумя залами, баней и джакузи. Кое-кто даже успел присмотреть себе комнату. У меня своя комната с братиком. А там была у меня и сестры еще. А там было меньше места. И маленькая комната. Я вообще, честно, я вообще не верю. Не верю до сих пор. Не верится мне. Сейчас обоснуемся немножко. Я реально еще в шоке. В доме осталось кое-что из мебели от прежнего хозяина. На покупку остального семья планирует потратить деньги, вырученные с продажи своих комнат в общежитии. Что касается оплаты коммунальных услуг на новом месте, то этот вопрос Оксану не пугает. Здесь коммунальные услуги. Данная семья, которая здесь проживала, зимой в холодное время платила 6 тысяч. Летом 2,5 тысячи. Я, если платила, должна была платить в комнату, в своей комнате общежития, где нет ни воды, никаких либо условий санитарных даже, в туалет сходить, в ванную искупаться, там 5,5 тысяч квартплата. Здесь я просто выиграю в этом плане. Несмотря на благополучный исход, Оксана Рыжкова как активист не намерена успокаиваться. Она планирует продолжить борьбу и опротестовать то постановление, из-за которого в свое время ее семью и лишили права на получение жилья. Полина Сачи, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.